Чемпионат Ульяновска по мини-футболу среди команд Суперлиги взял с места в карьер. Уже во втором туре встретились действующий чемпион погоды в доме МЧС и серебряный призер двух минувших сезонов Кристалл. Сейчас у нас все такие основные игры. И Платон сейчас будет, и ПСК сразу. Играть надо, поэтому нет времени на раскачку. Виктор Злыдарев на старте нового сезона уже блеснул бомбардирскими подвигами. В первом матче против Проморесурса он забил пять мячей, а его клуб уверенно и ожидаемо победил 11-2. Кристаллические напротив повергли в шок любителей прогнозов, уступив дебютанту Суперлиги Маймедиа 1-2. До конца. Насколько хватит цены? Не бережем, не терпим. Замены чаще. Они сейчас будут влететь спокойнее, спокойнее на игру. Свою игру играем. Готовы? Пошли. Давай, друг, давай. Все, что нужно, нужно отдать сегодня. Все, что есть у нас. Всю самоотдачу, все отдаем. Если будем доигрывать, вопросов вообще не будет. Мужки, нужно делать то, что от нас зависит, и будет, что будет. Один за всех. Всего! Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. МЧС. И показалось, что чемпион одержит легкую победу. Маленько подрасслабились тут, поверили в то, что можем выиграть. И где-то ошибки. Совершили ошибки. Тут два ненужных фола. Это свои ошибки были. Этими ошибками сполна воспользовался Кристал. Аккуратно и кваторе тайма состоялся первый ответный гол. Никита Елисеев сыграл в короткую стеночку с Юрием Николаевым и холоднокровно протолкнул мяч под голкипером погоды Сергеем Кузнецовым. МЧС запаниковал и стал фалить раз за разом. Поэтому задолго до перерыва перебрал лимит персональных замечаний. В первом тайме были эмоции, как бы зашкаливали, наверное, да. Люди хотели сыграть агрессивней и фалили. После шестого фола погоды судьи справедливо назначили дабл-пенальти. Но дуэль с Кузнецовым вышел фонис Закиров и пробил четко в нижний угол. 2-2. Первая половина очередного противостояния погоды и Кристалла ушла в историю. Учитывая вот такое нехорошее для нас начало, которое складывалось, ну, думаю, 2-2 для первого тайма нормальный был результат. Второй тайм ожидался таким же результативным. Особенно после того, как через пару минут после возобновления игры МЧС снова вышел вперед. Это Никита Елисеев после нехитрого навеса занес мяч в собственные ворота. Случайность бывает. Увы. В футбол. Чтобы исправить ошибку своего партнера, у Кристалла было 18 минут игрового времени. Однако максимум, чего добились кристаллические, это удар в штангу, когда до конца оставалось пара минут. Таким образом, погода в доме одержала вторую победу подряд. А Кристалл, вопреки ожиданиям и своему потенциалу, потерпел второе поражение подряд, обосновавшись внизу турнирной таблицы. Чемпионат длинный. Давайте посмотрим после 18-го тура. В том году мы были, если я не ошибаюсь, седьмыми или восьмыми после первого круга. Во втором круге мы обыграли всех до единого, кроме одной ничьи с Платоном. Закончили вторыми. Нас тоже уже списали. Давайте дождемся до конца чемпионата. Второй тур только закончился, как бы нет, еще вся борьба впереди. Кто будет главным конкурентом? Все-таки Кристалл уже потерял, думаю, 6 очков. Много очень конкурентов. Я все игры не видел, но я думаю, на бумаге много конкурентов. А игра покажет. Игры второго тура показывают, что в Суперлиге все же есть некоторое разделение на монстров и их жертвы. Потому что в четырех поединках из пяти борьбы не получилось вовсе. У МЗ, Промресурс, ПСК и Платон одержали очень уверенные победы. Особенно порезвились в нападении у МЗ и ПСК, забившие по 9 мячей. У Заводчан трижды отличился Андрей Гаранин. У ПСК блеснул результативностью Ромал Набиев. У него тоже три точных удара и первое место в списке бомбардиров чемпионата на пару с Виктором Злыдревым из МЧС. У нападающих по 5 мячей. Турнирная таблица уже обнаруживает в своих строках лидеров, советников и аутсайдеров. В числе первых – Погода, Платон и УМЗ, которые пока идут без потерь. В числе замыкающих, без набранных очков, Кристалл, как это неудивительно, а также смена и Валенты Улл-Сити. В середняки записались все остальные – ПСК, Промресурс, Маймедиа и Элина. Третий игровой день намечен на 9 ноября. С главным противостоянием организаторы тянуть не стали. И в половине одиннадцатого на площадку выйдут Платон и Погода в доме, застолбившие за собой на старте чемпионата первую и вторую строчку турнирной таблицы. Возможно, после финального свистка они поменяются местами, а не исключено, что их обойдет УМЗ. Все ответы на эти загадки ровно через неделю по окончании третьего тура чемпионата Ульяновска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова